всем привет ребята меня зовут клава ты сегодня мы посмотрим очередную модификацию на трасса модификация будет на джипу из самый известный джип наверное второй мировой войны ну после газа там какого-нибудь русского но мне кажется каждый знает модель офигенная у нее есть даже человек за рулем поэтому будет круто папка как правило ну как обычно мы сделаем сами стандартный тест это карта широкая река мы сначала проедемся сами просто машинки заднем приводе потестируем как она вообще просто едет но у него короткая база это будет удобно ехать смотрите он забрался на заднем приводе на эту горочку на эту горочку очень мало кто забирать на заднем приводе это радует меня очень сильно даже хорошая машина сказал я и тоже зависит ладно полный пред зарубаем проверяем дальше очень жестко ее носят навлево вправо потому что колеса очень резко быстро поворачивается ну давайте поедем сюда съедем что вытащим мы не вытащим так что дифференциал давай выезжаем назад да знаете он не такой же проходим как я думал зато это легенда это джип легенда надо все таки еще потестировать мне кажется там колеса будет более крутые модификации то есть больше были большие может быть получше так проверяем опять же задний привод ну мне кажется даже лучше чем предыдущие моды некоторые ехали на заднем приводе ну кроме хаммера хаммер ехал в любом случае потому что у него два ведущих задних моста было так вот без полного привода вообще никак не проедем а что если направо нам но не очень короткая база позволяет очень резко разворачиваться и очень резко поворачивается руль тоже носит прям так самое классное что чувак тоже по физике там прыгает дифференциал давай без дифференциалом слабоватенько катается он не получает я вижу урона тоже моделька без урона но это никакого чем поправить где-то есть какие-то файлы которые можно все таки что-то поднастроить но нет ни проблемы главное получать удовольствие от джиплика у него 57 литров топлива он кушает очень мало его так что я думаю тут может чуть ли не четыре раза карту проехать туда туда обратно едем сейчас меняем колеса проверяем как он ездит на что-то за новые колеса само что интересно короткая база позволяет им очень легко быстро разворачиваться это очень круто ну и вот величины колеса от краза или от урала там одинаковые потестируем как он там проезжает ну это явно не его нормальные колеса полный привод потянет это как газ ему не идут эти колеса совершенно поэтому я наверное заменю их все таки на стандартные пытаемся прохать через реку это будет посмертно а ты тут и он не получаешь на сколько мы сможем далеко проехать ведь урон не получает машина они получают ром по 2 подожди получает 7 урона может быть именно на эти колеса урон получаем не знаю ну как раз извращенский явно не для него поэтому поедем на стандартных стоят на полном приводе смотрите без дифференциала он на них этих колесах очень легко проезжает это уколбатель жестко так нормально жесткий жесткий мод конечно ничего не скажу меняем на стандартные не будем возвращаться сразу на полном приводе уже поняли что на заднем он не так он неплохо едет на заднем в отличие от некоторых машин но не наш вариант тоже попытаемся на нем доехать до реки если получится будет очень круто мне кажется что получится а если еще реку на нем маленьком проедем не утонем с головой туда не уйдем это вообще круто так дифференциал уже понадобился слушайте он на дифференциале что-то не едет никуда отхлёст прямо выпрямить давай цепляйся за что-нибудь хорошо задний ход сможешь слушайте ну проходим осенью слабенькая слабенькая мне кажется в живую они ездили лучше как-то азу камень попался черт подземная камера подводная камера подземную еще не несу тащит так ну поехали пока хватит один плюс один проверяйте сразу идите неплохо но малейший поворот его прямо сносит с дороги видите как прямо жесть обычную коробку дифференциал выключаем ой был полнопривод и посмотрим как он разгоняется две скорости машины все смотрите офигеть завязали ну на 1 плюс едет неплохо в погрязнике в принципе ну что еще один такой жесткий тест в этом месте где мы можем реально не проехать потому что тут даже тигр застревал мы еле вытащили его ну на 1 плюс проезжает получили один урон всего лишь нормально сейчас налево поворачиваем по-моему где-то здесь вот да я уже карта помню наизусть без всяких этих не нормально слушайте а мода сам машинка очень класс смотрится мне кажется один из очень красивых модов тем более что машина легендарная только носит ее жестко и прям так чувствуешь себя на войне вторых миров рассекали очень многое даже у нас в белоруссии много реставрированных машину как много парочку есть настоящих реставрированных вылесов а в штатах вообще дохерище катается но очень очень простая конструкция потому что этого машины поэтому очень быстро легко можно было делать неприхотливая топливо уже приличный но смысле очень немного не буду ткать карты я так знаю как тут ехать так что проблем с ним нету но у него видите с отоплением и так все уже хорошо но есть очень сильно машина из-за короткой базы скорее всего происходит такая фигня свешивание выдерживает нормальное очень хорошо диагональными диагональными взвешиванием тут на дифференциале любая машина нормально проедет мне кажется мы проверяем по стандартному маршруту все моды чтобы было чем сравнивать все плюсы и минусы каждого мода посмотреть но я очень рад и спешиваю на этот мод появился он что он есть мне очень понравится так пробуем просто задний ход сделать мне кажется какой-то камень не мешает хорошо дифференциал что даже сблокировка не мешает а ну камень да наехали на камень поэтому такие проблемы то были он очень легкий маш машина очень легкая и застрелять на любом камне в прямом смысле этого слова эти одни камни но очень мелкая посадка ну по сравнению с другими модами допустим ну что проверяем на скорость тут как раз такая разбег есть 300 очков надеюсь не убьемся с первого раза но что прыгнет на машине знаете вообще отлично проезжает даже ни одно урона не получили здесь а газ тигр я помню урон получил нормально так фар работают не все модели кстати работают фары поэтому проверяю сразу ну и стандартный тест поехали короче по воде на 1 плюс заезжаем на воду ну мне кажется он просто не доедет но пытка не пытка чуть ли не ныряем там сносит нашу машину ну хотя бы зацепись за что-то нибудь давай дорогой давай нет вы знаете мы проехали я в шоке это реально круто не так как конечно планировать но проехали так что сколько это моделька фигня и не проезжает нигде ни хера у нас бензина вот как я говорю кушать как у вас даже может даже меньше немножко это вообще на удовольствие кататься единственное что конечно через реку урона дофига получили но можешь поремонтировать всегда очень носят жестко машину я подозреваю это из-за короткой базы про он чисто задний привод включить в основном как на заднем приводе поносит мне кажется две передачи по-моему такая была да сейчас попробуем узнать надо передачи машины все лишь и серегонника управлять неплохо так достаточно как неплохо неплохо да полный привод стандартно доезжаем до до черного гаража это признак того что машина можно хорош проходимость пока не проблем не было мы доехали через самую сложную карту практически она легко прет может станет вообще в легкую потрясающе машина мне очень понравилось считаю один из лучших модов но я подащи читаем из лучших модов такая что убила машина об этот об столбике его конечно смотрите полностью получалось весь урон ну что дорогие друзья надеюсь вам понравился обзор ставим лайки комментируем подписываемся на канал будет еще больше обзоров я надеюсь вам все это нравится всем удачи